Необычный светофор появился на перекрестке, где устроил смертельное ДТП Александр Руденко. Новость об этом есть на страницах информационного агентства Толк. На пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия, теперь, когда здесь загорается запрещающий сигнал светофора, на дороге появляется стоп-линия красного цвета. Правда, насколько эффективным окажется подобный метод профилактики ДТП, покажет время. Беспрецедентный случай, сразу шесть детских садов строят в Барнауле, их сдадут до конца 2019 года, однако это не позволит ликвидировать очередь в ясельные группы. Об этом пишут журналисты «Комсомольской правды Барнаул». Все детские сады должны сдать уже в декабре, таковы условия федеральной программы. По словам застройщика, работы ведутся без выходных и в любую погоду. На днях на объектах побывал глава города Сергей Дугин. Подробности визита на «Комсомольской правде Барнаул». А журналисты Политсибру пишут о том, что продажи долевок в Барнауле ушли в минус. Застройщики в марте-апреле текущего года отметили снижение количества продаж. По словам председателя правления Союза строителей края Александра Мишустина, во втором полугодии 2018 года дольщики, пользуясь рекордно низкими ипотечными ставками, поспешили решить свой жилищный вопрос. К тому же активно распространялась информация об увеличении цен на новостройки в связи с реформой. С начала 2019 года пошли в рост и проценты по ипотеке, что поторопило граждан, которые еще не успели купить квартиры на выгодных условиях. Эксперты прогнозируют, что спрос на долевки теперь будет падать. Подробности темы на Палитсибру. А в Бийске два депутата Думы заявили о сложении своих полномочий. Об этом сообщает бийский рабочий. Эта новость не стала неожиданностью. Депутаты допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Так Юрий Кудинов и Алексей Круглов, оба из фракции «Единая Россия», написали заявление о добровольном досрочном сложении депутатских полномочий. На последнее заседание Думы они уже не пришли. А депутаты Алтайского краевого законодательного собрания просят передать парк Изумрудный в собственность Бурнаула. Известно, что был составлен документ, в котором, например, рекомендуется предложить оптимальную форму управления парком с общественным контролем. Также в числе предложений разработка проекта реконструкции Изумрудного на конкурсной основе. Подробности есть на Банфаксе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова